Друзья мои, вы уж простите, что давненько не выходил в эфир. Мало того, мне уже стали делать замечания, что, мол, редко выходят видео. Все дело, наверное, в переутомлении, да и весенняя депрессия дает о себе знать. Но это все, наверное. Те из вас, кто подписан в Facebook или Instagram знают, что несколько дней назад я ездил в город Сумы на установку Сампа, и видео об этом сейчас готовится к публикации. Но сама поездка вымотала меня в корню. И 16 часов работы без отдыха отобрали все силы и желания обновлять видео на канале. И вот, сегодня, покормив рыбку, я задержался на этом аквариуме и заметил такую картину. Оказывается, мои скалярии изрядно подросли и, мало того, уже устраивает разборки за территорию. Подозреваю, что среди них уже есть сформированная пара, которую, скорее всего, в ближайшее время придется отсаживать из общего аквариума. У меня нет какой-то отдельной любимой рыбки. Каждую я люблю по-своему, и каждый день, наблюдая за поведением, они мне приносят массу удовольствия. Но именно этот аквариум привлекательен тем, что в нем вся рыбка растет с малышей 2-3 сантиметра. И наблюдая сейчас за этим аквариумом, я заметил, что все очень хорошо подросли и им становится тесно. Тесно не в том смысле, что водоем мал, а в том, что с подрастанием рыбки начинают проявлять характер, занимать территорию и делиться на пары. Никогда раньше не замечал этого, но когда начал снимать, между рыбками начались разборки. Либо это они демонстративно делают для того, чтобы меня порадовать, а может это частое явление, просто я достаточно редко засиживаюсь перед этим аквариумом. Вот, к примеру, взять Уару. В данный момент здесь плавает 7 подростков, а ведь еще недавно их тут было 10. Один, к сожалению, в течение нескольких дней после приезда скончался, а вот еще двоих убил самый большой самец. Ну, по крайней мере, я так думаю, что это парень. Причем одного прямо на моих глазах. Не знаю, с чем была связана такая агрессия, ведь сейчас между ними все тихо и спокойно. Зато разбушевались скалярии и суринамские геофагусы. А знаете, что мне нравится больше всего в этой рыбе? В отличие от центральной и северной американской цихлиды, любые разборки не заканчиваются ободранными плавниками и летальными исходами. Хотя, в случае с Уару мне сложно объяснить, что это было. Правда, был случай, когда взрослый самец Уару гонял по всему аквариуму астронотусов сантиметров по 30. Так что могу смело предположить, что именно Уару имеет очень непредсказуемый характер и манеру поведения. Кстати, кто в этом аквариуме самый мирный, так это станоперка юрупари. Это действительно мирные рыбки. Никого не трогают и себя в обиду не дают. К примеру, те же суринамские геофагусы вечно играют друг с другом, гоняя сверстников по аквариуму. А юрупари тихо просеивают песочек и позируют перед объективом. Кстати, вы заметили, как красиво прокрасились самцы? А это только 11-12 сантиметров в размере. С нетерпением жду, пока рыбка наберет свой максимальный размер и окрас, раскроется, чтобы полюбоваться ими во всей красе. Не знаю, как вы, а я, наблюдая за этой картиной, отдыхаю. Забываю о всех неприятностях и суете, когда созерцаю жизнь за стеклом. Крупная Америка это, конечно, эффектно, круто и вообще, но вся суть аквариума не в растениях и не в окрасе рыб и не в их размере. Вся его суть в наблюдении за тем, как протекает жизнь ваших любимцев, как они ухаживают друг за другом, играют и делят территорию, любят друг друга и, конечно же, ухаживают за потомством. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а этот аквариум очень просил показать один из участников чата в Телеграме. Антон, это снималось именно для тебя, так что держи видос. Как оказалось, не один я заболел геофагусами, а корректисы хекеля, которые сейчас перед вами, один из самых ярких и безобидных представителей этого семейства. Это практически максимальный размер этой рыбки. Самцы около 20 сантиметров, самочки мельче. Уже ярко выражены половые отличия, да и по окрасу самцов сразу видно. Вы знаете, буквально недавно я поменял в этом аквариуме освещение с газовой флюоресцентной лампой на диодный прожектор 10 Вт. И столкнулся сразу с несколькими проблемами. Первое, это стресс у рыбы. Ведь газовая лампа дает рассеянный свет, не отбрасывает жестких теней и не пугает рыбку. Мои окорректисы отреагировали на это освещение стрессом. Часто забивали затененный угол, и я уже начал задумываться над тем, чтобы вернуть обратно то освещение, которое стояло до этого. Но по прошествии месяца рыбки освоились и, как вы можете видеть, довольно-таки смело плавают по всему аквариуму. Но проблема с этим освещением не ограничилась одним только стрессом у рыбок. Второй проблемой оказалось обильное обрастание камней и стекол бурыми водорослями. Причем этот аквариум подключен к единой системе, но во всех остальных аквариумах стекла я, бывает, месяцами не прочищаю. А здесь, буквально спустя 3-4 дня после обслуживания, стекла обрастали настолько, что местами было плохо видно рыбку. Решил эту проблему я следующим образом. Развернул прожектор параллельно с поверхностью воды, таким образом, чтобы он не светил прямо в аквариуме. И увеличил 2 раза подачу воды из сампа. Водоросли не ушли полностью, конечно, но интервалы между чисткой стекла увеличились с 2-3 дней до недели, а то и больше. И да, не знаю как вам, а лично мне под газовой лампой в 6500 кельвин аккорритисы выглядели более привлекательно. При свете от прожектора они какие-то более бледные что ли? Или может это все еще сказывается стресс? В любом случае, через пару-тройку месяцев нам так и так переезжать. Так что, если к тому времени рыбка не освоится, буду менять прожектора на флуоресцентные лампы обратно. Ребята, спасибо, что зашли в гости, посмотрели этот выпуск до конца. Спасибо за то, что разделили со мной радость за наблюдением рыбки. И спасибо всем вам за то, что смотрите мои видео. На этом буду с вами прощаться. Здоровья вам и вашим питомцам. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»